Ветеранские команды На домашнем турнире нашей команде пришлось нелегко Соперников всего два, но оба настоящие топы на своем уровне Самарская сборная старалась не ударить в грязь лицом и с этой задачей в целом справилась Межконтинентальная сборная Сибирь-Муссон и Звездная Москва пока выше, но у наших есть бронза и они будут догонять Уже не первый год встречаемся с девчонками, со всеми знакомыми Будем до следующего года вспоминать, как мы играли, мы встречались Ну, конечно, хотелось победить, но наши силы пока слабоваты Будем тренироваться и на следующий год будем стараться Год назад в Самаре челябинская логика, на базе которой создана нынешняя команда Сибирь-Муссон, стала победителем аналогичного первенства Сейчас есть небольшой шаг назад, но при этом матчи с победившими всех Москвой стали настоящим украшением турнира Каждое соревнование – это для нас праздник В нашем возрасте, конечно, когда выходишь на площадку, то уже праздник Дружим уже долго со всеми игроками, мужскими командами, женскими командами Общаемся и вне соревнований, вне баскетбола Поэтому, конечно, теплые встречи были, много всяких разговоров, воспоминаний То есть, конечно, тепло в душе осталось Московская команда показала искрометный баскетбол и всех порадовала своей энергией Но никого так сильно, как саму себя Здесь все шутят, все улыбаются, все просто кайфуют от игры и при этом еще и побеждают Чудо-команда – настоящая женская дрим-тим, где, безусловно, лидер коллектива Светлана Шомоди У которой есть не только приятные слова, но и ценные советы Турнир организован прекрасно, очень хорошо, когда все команды живут вместе То есть, не надо думать о том, как добраться до зала Можно походить, посмотреть на своих, там, за ребят поболеть Посмотреть, когда девчонки играют Все в шаговой доступности, бассейн, вообще, выше всех похвал, так сказать, очень хорошо Не надо заниматься сильно спортом, надо заниматься физкультурой, но регулярно Во всем главная система Если вы один раз сделали зарядку и считаете, что вы король или королева, это ничто Это должно быть норма жизни Спорт – норма жизни На этом первенстве все команды вроде бы играли друг с другом в круг Но выглядело это очень похожим на непрерывный плей-офф Где каждый, в принципе, может обыграть каждого Томская команда на этом первенстве была разной В некоторых матчах вгрызалась в каждый игровой эпизод Неплохо атаковала и была близка к победе, как, например, в битве с Югрой В других встречах чувствовалось, что ресурса Кедру пока немного не хватает Чтобы конкурировать с сильными соперниками постоянно Есть над чем работать Ну, однозначно, такие турниры нужны Надо, чтобы люди, которые хотят еще быть в баскетболе, где-то собирались А когда такая организация, когда такая атмосфера, это здорово Поэтому, ну, результат Мы первый раз приехали, поняли наши ошибки Будем делать выводы Питерским ветеранам очень понравилось в Самаре Но так сложилось, что свою игру они поймали только к заключительному туру В котором одержали единственную и очень убедительную победу над Кедром Сильная по составу команда из Санкт-Петербурга явно способна на большее Но пока останавливается на пятом месте Очень красивый город Хорошие люди Очень хорошая организация турнира Большое спасибо Федерации баскетбола Самарской области Давно уже играем друг против друга Все друг друга знают А когда хорошая погода Красивый город Хорошие люди Еще это все усиливается ощущение Команда с самым современным названием И одним из самых сыгранных составов Предъявила в Самаре свои козыри и вполне могла оказаться выше Характер, фантастическая точность бросков с любой дистанции у целого ряда игроков Проверенное годами взаимопонимание Все это Югра Баскет показала Но наиграла только на деревянную медаль В первую очередь запомнился организация турнира Я здесь уже не первый раз В прошлом году я выступал И мы заняли первое место Но в этом году немножко не получилось Потому что команды были сильнее И мы заняли четвертое место своей командой Зато запомнился то, что я получил без высшего снайпера Самарская сборная выглядела заметно сильнее, чем год назад На аналогичном первенстве И сейчас могла обыграть любого соперника Но со всеми справиться все-таки не получилось Уступили более опытным и искушенным ветеранским топ-командам Немного обидно, ведь медали самого высокого достоинства были так близки Но признание болельщиков, пожалуй, даже более ценно А оно у Самарской сборной по итогам первенства точно имеется Впечатления остались самые положительные Ну, немножко горечь наложила результат Хотели занять повыше место Но я думаю, и третье место в призерах Второй год смотря занять на эти места Я считаю, тоже стабильный результат Без динамовских ветеранов Представить первенство страны просто невозможно Дружный и сыгранный коллектив берет серебро А возможно, самый скоростной игрок турнира Сергей Швыткий Делится впечатлениями и секретами неувидающей спортивной молодости Просто надо, чтобы было желание И, собственно говоря, в баскетболе мы уже давно Слава Богу, каких-то таких серьезных травм не было и нет Ну, а остальное желание следить за собой И потом, когда ты хочешь участвовать в таких мероприятиях Соответственно, надо себя держать в форме и в тонусе Мы, как максималисты, хотели достичь вершин Но получилось, как получилось Я считаю, что неплохой результат Что Самара чем порадовала? Порадовала организацией Порадовала количеством команд Я думаю, оно будет увеличиваться Ну и самое главное здесь душевная атмосфера Мы встречаемся с бывшими соперниками Сейчас с друзьями, коллегами То есть здесь абсолютно нормальная атмосфера дружеская Вот это самое главное В этой команде прекрасно все Что она и доказала на площадке в Самаре Абсолютный результат Пять матчей, пять побед И море баскетбольного счастья У МВП турнира Андрея Трушкина Неутомимого Валерия Ячуна Харизматичного капитана Владимира Плотки И всех-всех-всех севастопольцев Ну, я второй раз в Самаре Первый раз был в период в начале воссоединения Крыма и России, Севастополя Вот, а сейчас мы уже приехали сюда Ветеранская команда И то ли впервые И Самара так встретила Я смотрю с распростертыми руками Я смотрю, чтобы Самара стала значительно красивей Радушней И тем более, что в финальной игре Играя с Самарой Ну, честно, я не хотелось хозяевам проигрывать Но, вы знаете, спорт не спорт Он честный спорт И Самара честно отыграла эту игру Без всяких там замешательств судейских Как говорят, что местные помогают судьи Все было по-честному И мы очень рады И хотели бы еще раз встречаться Встречаться и встречаться в Самаре И также приглашаем всех игроков команды Самара Всех жителей города Самара Наш любимый нами всеми И я думаю, что и вами будет любимый город Севастополь Ветеранские первенства России в Самаре удались на все 100 Так что через год снова ждем легендарных гостей Но это будет потом А пока главные итоги Большого баскетбольного праздника И главное, что ветераны, которые приехали на эти соревнования Получили удовольствие от соревнований От общения друг с другом Самое главное, что они после соревнований Остались такими же здоровыми и вдохновенными Конечно, жалко, что наша команда заняла только Если не ошибаюсь, третье место Но, тем не менее, спасибо ребятам за участие За то, что они старались Показывали все на то, что они способны Это хороший пример для нашего молодого поколения Я считаю, что ветеранское движение надо развивать И хочу пожелать участникам здоровья И продолжать вести спортивную образ жизни Федерация баскетбола Самарской области Благодарит участников ветеранских первенств За отличную игру И желает им здоровья и всего самого баскетбольного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!